Уменьшение серой зоны. Как перенос КПВВ из Зайцева в Майорск повлияет на работу пограничников и волонтеров, а также отразится ли это на безопасности перемещения людей? Кому удается помогать оставшимся в самых опасных районах Донбасса и сможет ли упростить жизнь вынужденным мигрантам карта переселенца? Об этом говорим сегодня в эфире Всем миром. С вами Максим Суражский. Из так называемой серой зоны вывели сразу 9 поселков. В Донецкой области перенесли пункт пропуска Зайцева, ближе к линии разграничения. Теперь КПВВ расположен в Майорске, но стреляют совсем рядом. Как пограничники обезопасят себя и людей, узнавали наши корреспонденты. Сотни машин и людей. Все ждут открытия нового пункта пропуска, а пока их не пускают. Уже несколько часов. Наверное, потому что пост открывается и как-то по-своему пропускают. Как-то пытаются уладить движение. Губернатор области, военные пограничники. Все приехали на открытие нового пункта пропуска в Майорске. Сюда его перенесли из Зайцева, на 20 километров ближе к передовой. Вдали слышится стрельба. До линии соприкосновения отсюда меньше километра. Но переносить пункт пропуска все равно стоило, считают военные. О безопасности военные обещают позаботиться. Бетонные укрытия и несколько блиндажей уже есть. Мы еще планируем облаштовать три блиндажа, а также создать систему траншей и копий, которые будут использоваться для укрытия и персоналу, и граждан. Помимо автомобильного проезда, в Майорске будет и пеший переход линии разграничения, как в станице Луганской. Мы там простоял и промерзлый, знаем, где ваш мужчина где-то, и совести нет. Слышишь, у вас закрыла, и не ругайся. А ты закрыла, и пойди сзади встань. Как и в Зайцево, люди ругаются за очередь. Но в Майорске пропускную способность КПВВ увеличили. На старом КПП Зайцево у нас было три смуга для оформления осип и транспортных засобий. В этом контрольном пункте въезда будет 8 смуг. Четыре на въезд, четыре на выезд. Две пеший ходить. Конечно, быстрее будет. Так же мы с Артемовской до Зайцево выходили с автобуса, стояли в очереди. Потом опять садились, туда проезжали. А так мы прямо сюда и все. Мы пройдем сразу на автобус. Но главное уменьшится так называемая серая зона. Жителям девяти поселков, которые раньше были за пунктом пропуска, теперь не нужно пересекать линию разграничения. Жители девяти населенных пунктов не будут долать при проезде в Бахмут и в Великую Украину контрольно-пропускного пункта въезда и выезда. Одно из девяти сел – Отрадовка. Большинство жителей работает в Бахмуте, бывшем Артемовске. Мы же ездили по времени. До шести вечера и семи утра. Сейчас будем свободно ездить. От прежнего бунта пропусков в Зайцево почти ничего не осталось. Всего несколько блиндажей и деревянные навесы. Убрать их обещают за несколько дней. Подробнее о результатах переноса контрольного пункта въезда-выезда из Зайцево в Майорск мы поговорим с координатором правовых приемных «Восток-СОС» на востоке Украины Ливоном Азизяном. Ливон, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, насколько эта инициатива упростит жизнь нашим землякам, если так можно выразиться? Ну, как уже верно было отмечено, в первую очередь она повлияет на жителях прифронтовых сел. Ну и не только прифронтовых сел. Это села, так называемая серая зона, которые находились между КПВ Зайцево и нулевым областом Майорск. Девять населенных пунктов. То есть в первую очередь это отразится на именно этих людях, которые живут в Бахмутском районе. Что же касается людей, которые едут на неподконтрольную территорию и неподконтрольную территорию, то есть преимущества этого переноса и есть недостатки. Переимуществ, конечно, больше. И несмотря на то, что отмечается скептиками, что большая вероятность того, что это ближе к линии соприкосновения, есть больше угрозы обстрелов. Но я считаю, что перенос КПВ был целесообразен, потому что, как уже правильно отмечалось, оружие можно добить и до Зайцево, и до Майорска. Это большая разница не имеет. Но при этом новый КПВ, он уже оборудован заново, то есть он учитывает предыдущие недостатки Зайцево. И, соответственно, у него есть больше возможностей для того, чтобы люди могли быстрее проходить контроль. Ну какие очевидные преимущества вы можете так назвать? Очевидных преимуществ касательно проезда через линию соприкосновения их практически нет. То есть, как правильно отмечалось, оно фактически не отражается позитивно как-то или негативно. То есть, просто пограничники перенеслись на 15 километров ближе к линии соприкосновения. В первую очередь, оно отразилось именно на жителях 9 населенных пунктов Бахманского района. Что же касается позитивных изменений, то есть только увеличена пропускная способность, потому что старый КПВ Зайцево, он строился на быструю руку, на скорую, майорская КПВВ фактически уже строилась с учетом тех недостатков и, соответственно, увеличена пропускная способность данного КПВВ. Но, к сожалению, система по поводу проезда автобусов та же самая осталась. То есть, все равно надо делать пересадку на КПВВ Майорская и до нулевого блокпоста еще надо садиться на другой автобус. Тут, кстати, как раз в худшую сторону изменилось. То есть, это как раз же близко на заметку, потому что, если раньше стоило проезд 25 гривен до нулевого блокпоста с переградной автостанции Артемовска до КПВ Зайцево, проезд стоил 10 гривен на автобусе и 15 гривен до майорского блокпоста, то теперь до майорского блокпоста стоит проезд 25 гривен и еще 5 гривен надо доплачивать, чтобы добраться до минус первого блокпоста ВСУ, вооруженных сил Украины. То есть, проезд подорожал с 25 гривен до 30 за два автобуса. Это как раз то, что отмечал Жебриский, что проезд должен стоить одну гривню между нулевым блокпостом и майорским. В чьей компетенции этот вопрос? Этот вопрос компетенции как раз Донецкой областной военно-гражданской администрации. Есть какие-то телодвижения, чтобы начинать хотя бы решать его? Я так понимаю, что усугубляется эта проблема? Вы знаете, этот вопрос уже неоднократно ставился предметом исследования коррупционных деятельностей, что в этих перевозках замешаны, заинтересованы люди, потому что поток достаточно большой. Но я отмечу, что касательно коридора Горловка-Артемовск-Бахмут, ситуация на самом деле не намного хуже, точнее она даже лучше, чем на других КПВВ. Потому что если мы посмотрим стоимость проезда с Курахово до Мариньки, это порядка 70 гривен, с Волновахи до КПВ Новотроицкого, где там совсем небольшой участок, там 50 гривен. И говорить, что здесь очень высокая стоимость проезда, конечно, она завышена, но по сравнению с другими транспортными коридорами здесь ситуация не хуже, а лучше. Но все равно есть смысл хотя бы пустить бесплатный автобус километров в 200 метров. Если есть какой-то перевозчик, который за 25 гривен перевозит людей 25 километров, то один километр можно пустить даже там два автобуса и сделать этот маршрут просто бесплатным за счет того перевозчика, который привозит людей из Бахмута до Майорска. Перевозчику это будет выгодно? То есть можно будет провести определенный открытый тендер и запустить такой рейс? Однозначно это будет выгодно, потому что проезд с Бахмута до Майорска, он достаточно прибыльный. И оставить два автобуса, чтобы курсировали между Майорском и нулевым блокпостом, это было бы целесообразно, потому что одна гривня проезда, это будет никому не интересный из перевозчиков. Если как бы в добавку к тендеру Бахмут, КПВ Майорска, добавить обязательства по запуску двух автобусов тактовых, которые бы отправлялись друг другу на встречу бесплатных, то это было бы целесообразно. Потому что тот проезд, он может просто быть включен в стоимость этого, и людям было бы удобнее, мне кажется. Левон, скажите, пожалуйста, по вашей информации, изменилась ли пропускная способность, если сравнивать Зайцево и Майорск? И прежней ли осталась процедура пересечения для людей? Процедура осталась прежней. Из того, что могу отметить конкретно по пропускной способности, то для пешеходов проход стал быстрее. Отмечается, что стало больше окошек для пешеходов. Вместе с этим для машин стало хуже. Например, сегодня с утра была очень большая очередь. Наш юрист ездил с утра на мониторинг, и она отметила, что очередь была порядка нескольких сот машин. По слову людей, 3 километра до Майорска, как раз это конец очереди. Это на выезд по контрольной территории. И отмечается, что всего два окошка работают для машин на выезд. Сегодня постоянно на 10 утра. Ливон, далее мы пообщаемся с главой пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. А прежде, до эфира, вы мне говорили, что у вас есть определенные рекомендации к этому ведомству. Да, это скорее рекомендация ко всем силовым структурам. Но пограничная служба является более продвинутой вопросом реагирования на обращение граждан. Есть такая потребность у людей, которые по каким-то причинам теряют свои паспорта, у них воруют, они там загорают во время обстрелов и так далее. Таких людей есть определенное количество, и у них есть проблема в том, что они не могут никаким образом выехать с неподкатурной территории. Также это касается людей, которые, например, иностранцы, которые остались на той территории и не могут себе как-то оттуда выбраться. По этим людям есть необходимость создания отдельной процедуры для выезда. И если бы пограничная служба на базе своего ведомства могла бы открыть горячую линию для таких людей, это было бы очень хорошо. Потому что, к сожалению, координационные группы от таких людей просто отворачиваются. И точно так же на местах пограничники абсолютно никак не реагируют. То есть вопросы решаются только через людей, которые стоят в вышестоящих пограничной службе. И эта потребность достаточно велика. Давайте сейчас обсудим в том числе и это. Удалось ли решить поставленные задачи благодаря перемещению блокпоста? Об этом мы спросим у помощника председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретаря Олега Слободяна. Он с нами на прямой связи по телефону. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, решение о переносе КПВВ ближе к линии разграничения было принято, тут цитата, для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов. Каковы первые результаты, а также за счет чего удалось усилить контроль? Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить вашего гостя за то, что дает довольно-таки высокую оценку пограничной службе, как ведомству, которое реагирует на обращение граждан. Это во-первых. А во-вторых, что касается рекомендаций, то сразу хочу ответить на вопросы. Граждане Украины, которые потеряли документы, тут проблема в том, что, когда они появляются на КПВВ, важно установить, что за человек находится перед нами. Поэтому, если есть какие-то другие документы, которые бы удостоверяли личность, но не паспорт, или же если есть возможность, допустим, как-то связаться с миграционной службой, чтобы они дали какие-то нам подтверждающие документы, то, конечно, процесс пересечения линии разграничения, он будет упрощенный, проблем никаких не будет. Что касается горячей линии, она у нас есть, она у нас одна для всех видов обращений. Это киевский номер телефона 044-527-6363. Все обращения будут рассмотрены и, соответственно, будут приняты правовые решения. Что касается КПВВ Майорск, его переноса, то о глобальных каких-то результатах, конечно же, говорить пока что рано. Почему? Потому что, во-первых, не так много времени прошло с момента переноса этого КПВВ. А во-вторых, мы должны понимать, что все-таки речь идет о линии разграничения, и по ту сторону находятся российско-террористические войска, спрогнозировать действия, которых мы не можем. Что касается составляющей безопасности, то да, действительно, скажем так, участок неупреждаемый, по которому раньше двигались мирные граждане, которые пересекают линию разграничения, он значительно уменьшился. Поэтому, я думаю, можно говорить о том, что какой-то уровень безопасности, он все-таки повысился. Тем более, да. Олег, я вас перебью, извините. По поводу безопасности, о том, какие меры предприняты в связи с переездом максимально близко к линии фронта, мы поговорим чуть позже. Сейчас у Ливона, я так полагаю, есть к вам либо комментарий, либо... Олег, я хотел обратить ваше внимание, что, к сожалению, на практике, когда появляются люди без документов, либо проблемными документами, их сразу же разворачивают обратно непосредственно люди, которые встречают их на блокпосту. То есть, они даже не докладывают старшему, а более того, старший, как правило, тоже не хочет никак вопрос решать, потому что ему этот вопрос надо согласовывать тоже с высшестоящим руководством. Соответственно, на моей практике люди, которые имеют проблемы с документами, им удается приехать только, если они могут как-то выходить именно на самое высшее руководство, как бы касательно... Это либо Краматорск, либо Киев. То есть, вопрос, к сожалению, на местах не решается на практике никак. Это, могу сказать, со своих наблюдений неоднократных. Спасибо вам за комментарий. Мы обязательно учтем этот момент и уточним определенные задачи. Тогда, естественно, рекомендую, тем более, звонить на нашу горячую линию и этот вопрос будет рассмотрен в короткие и вжатые сроки. Я лишь кратко объясню, как бы как-то процедуру. По идее, должно было бы проходить, как бы... То есть, человека встречают пограничники, да, отводят в комнатку координационной группы представителя на КПВВ, его проверяют там по базе, и национальная полиция его как-то должна доставить до ближайшего отделения миграционной службы, чтобы уже останавливать личность. Но получается загвоздка в том, что никто не хочет брать на себя ответственность за этого человека и просто его... таких людей разворачивают уже прямо в начале. Да, как я сказал, тут основным вопросом является вопрос восстановления личности. Поэтому, если у человека еще есть какие-то документы, то вопрос, конечно же, рассматривается в более, скажем так, положительном русле. Но если у человека вообще нет никаких документов, задача, конечно же, усложняется. Но мы обязательно внесем коррективы и этот вопрос обсудим. Благодарю. Олег, скажите, пожалуйста, вот по поводу безопасности усилили ли меры определенные, либо приняли новые меры безопасности в связи с переездом к линии фронта? С точки зрения размещения, конечно же, по организации системы защиты контрольного пункта въезда-выезда, то перехлёсток в Майорске, он более выгоден, потому что позволяет более удобно построить систему защиты. На старом месте, где он был, он фактически был на виду, и там в этом плане немножко было сложнее. Поэтому можно сказать, что да, в этом плане, с точки зрения построения системы безопасности, что на новом месте это более удобно делать. Почему выгоднее? Больше ли стало сотрудников, правоохранителей? Нет, я в данном случае говорю именно о составляющей безопасности, о том, что здесь и позиции вооруженных сил находятся в более, скажем так, удобном с точки зрения защиты, более удобной локализации. И это один из основных факторов. Тем более у нас там уже есть обустроенные позиции, которые уже проверены временем и которые позволяют осуществлять защиту позиций контрольного пункта въезда-выезда. Речь идёт именно об этом. Что касается безопасности при контроле граждан или системы контроля граждан, то, конечно же, она не изменилась, она осталась та же, что и есть. Что касается пропускной возможности, то пропускная возможность Майорска, она выше, чем была у Зайцева. Но в то же время... Есть информация о том, сколько за несколько предыдущих суток прошло людей через этот КПВВ? Количество людей, оно практически не меняется, оно остаётся стабильным. Это где-то около 6,5-7 тысяч лиц и где-то около 2200 транспортных средств. Это определительно стабильное количество. Но суть в том, что контрольный пункт въезда-выезда Зайцева, он был рассчитан на пропускную способность где-то до 5000 лиц и до 3500 транспортных средств. В данном случае пропускная способность Майорского, она выше, это 7-8 тысяч лиц и где-то до 5000 транспортных средств. Поэтому в данном случае по технологическим моментам всё-таки Майорск немножко даёт больше возможностей. Другая сторона медали, что по ту сторону линии разграничения российско-террористические войска, с которыми нет контакта и с которыми нельзя как-то согласовывать действия в плане оптимизации пропуска или в плане ускорения, когда это надо, так как это, например, есть на других, на мирных участках границы. Поэтому, конечно, здесь сложный процесс, который нельзя рассматривать в отрыве от военно-политической обстановки в этом районе. Олег, спасибо вам за интервью и мы надеемся с моим гостем, что рекомендации будут выполнены. На прямой телефонной связи со студией был помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Если позволите, я добавлю по поводу контекста безопасности. Далее вам. В ночное время, когда происходят в основном обстрелы, все транспортные средства, которые стоят на выезд под контролем территории Украины, их загоняют обратно на 10 километров назад в район бывшего логистического центра. Ну, точнее, логистического центра, который фактически не работает сейчас. Который находился в серой зоне, как раз где-то посередине. Да, и там фактически машины ночуют вдали от непосредственной линии соприкосновения. Там никто не гарантирует, собственно, безопасность? Никто ничего не гарантирует, но, по крайней мере, это дальше, чем расположен КПВ Майорский, который находится совсем недалеко от линии фронта. Функционально. Чем новый КПВ отличается от предыдущего? Ну, функционально практически ничем. Просто повышенные его пропускные способности. Реверс движения. Там обещали дополнительные 8 вместо 6 полос движения. Я об этом хочу сказать. Касательно реверса, то он существовал и на Зайцево, и также он существует и на Майорске. И вопрос того, что количество полос увеличилось, да, их стало больше. Но, например, сегодня на выезд, например, работают всего лишь два окошка для автомобилей. И эти машины движутся очень-очень медленно. Нет спроса, нет потребностей или очереди стоят? Есть потребность. Просто проверка машин, она всегда проводилась дольше, чем проверка людей. И сейчас она, к сожалению, не улучшилась. Скажем так, есть даже тенденция в худшую сторону. Надеюсь, это временно возможно будет. Но в любом случае мы понимаем, что отсутствие пассажирского сообщения прямого с неподконтрольными территориями влечет в то, что много людей едет на личном транспорте. И, соответственно, проверка личного транспорта происходит намного лучше, чем люди, которые оперегаются в пешем порядке, с так называемыми челночными автобусами с пересадками. Ливон, скажите, у вас есть информация какая-либо от жителей тех девяти населенных пунктов, которые были в серой зоне, и также от тех людей, которые постоянно пользуются этим направлением? Что они говорят? Ну, наш юрист непосредственно едет туда сейчас каждые два-три дня, потому что мы стараемся держать этот вопрос на контроле. Но отмечается, что для жителей этих сел ситуация, в принципе, улучшилась, потому что стало меньше ограничений по проезду. Раньше они постоянно должны были доказывать, в первую очередь, людям, которые стоят в очереди, потому что по ограниченнике многие уже знают этих людей в лицо, доказывать, что они действительно являются местными жителями. Потому что вы понимаете, проезжать, например, с левой стороны от очереди, это достаточно такое рискованное занятие, потому что люди, которые стоят там, ночуют в машинах, они очень злые по объективным причинам, и возникает комфортная ситуация. Теперь же эти люди имеют меньшее ограничение по свободе передвижения, в том числе и в ночное время, потому что сейчас блокпосты стоят просто на съездах основной трассы Горловка-Артемовск. То есть вот в Кадыму, от Радовку, получается, там стоят блокпосты, через которые эти люди могут проезжать. Но по основной трассе этих блокпостов уже нет фактически. И люди более свободнее могут передвигаться. Это достаточно большое предусмотрение этих факелей. У нас есть несколько комментариев. Давайте послушаем, что говорят люди об изменениях, которые часто используют это направление. Добрый день. Как вы думаете, хорошая идея была перенести КПВВ из Зайцева сюда в Майорск? Очень хорошо. Здесь очень быстро проходим. Сколько сегодня у вас? А какая разница? Час стояли. Это быстро. Вот, быстро. Не очень. Не очень? А в чем не очень? Мы только с детьми. Мы же с детьми, что нам выручают. Не очень изменилось. Что так было стоять долго, что так долго стоять. Час, часа полтора мы простояли, но по сравнению с тем, что было, намного это быстрее. Гораздо, в разы быстрее. Левон, скажите, могли бы вы спрогнозировать, не отразится ли то, что перенесли КПВВ ближе к фронту, например, на его работоспособность? Потому что мы знаем, что золотое открыли, красивое, хорошее, готово принимать людей. Не было договоренности с сепаратистами о том, что его открывать. Так оно и простояло. Сейчас, не дай бог, возобновятся на этом участке фронта военные действия, его тоже могут закрыть. Как вы считаете? Ну, с золотым, на самом деле, это все намного сложнее. Там больше вопрос политического характера, нежели какой-то рабочий. То есть, золотое, это как бы скорее исключение из правил. То, что касается, не дай бог, возобновления возможного боевых действий, то я думаю, что большой проблемой это двинуть на старое место КПВВ не будет. Это, получается, вагончики, в основном, которые могут передвигаться. Блиндажи все равно те же самые остались. То есть, основы, которые были на старом КПВВ, расширенная дорога, тоже она осталась. Поэтому я не могу сказать, что это будет сильно тяжело передвинуть его обратно. Но, в целом, сейчас тенденция идет на то, что КПВВ перетягивает наперед. И это было самое дальнее расстояние от линии соприкосновения. Сейчас, получается, очередь осталась за Новотройским, которое, надеюсь, вскоре тоже перенесут на Березовое в район Перлыны. Спасибо. Спасибо. Ситуацию на КПВВ Майорск мы обсуждали с координатором правовых приемных «Восток-СОС» на востоке Украины Ливоном Азизяном. Кроме новшеств, связанных с переносом блокпоста, наших земляков также подстерегают потенциальные проблемы, связанные с погодными условиями. Как быть, если поездка через линию разграничения предстоит в холод и дождь? Об этом наша следующая инфографика. Во время поездки через КПВВ в холодную осеннюю погоду врач рекомендует обязательно пользоваться пунктами обогрева, если таковые организованы. Взять с собой термос с горячим чаем, печенье, бутерброды, а также высококалорийные продукты сало, мясо. Обязательно тепло одеваться. С собой должны быть головной убор, шарф, перчатки, обувь на толстой подошве. Помните, в резиновой и тесной обуви ноги замерзают быстрее. Взять с собой запасные теплые носки на случай, если ноги промокли. Носить одноразовые медицинские маски в местах скопления людей, так как в холодное время года часто вспышки простудных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При дождливой погоде вместе с зонтами использовать дождевики. Они удобнее в ветреную погоду, особенно если вы пересекаете блокпост пешком с багажом. Непогода может вызвать как понижение, так и повышение артериального давления. Поэтому людям с нестабильным давлением необходимо тщательно соблюдать режим приема препаратов для его стабилизации. Отказаться от употребления алкоголя, так как алкоголь усиливает вероятность возникновения переохлаждения. Если вы заболели, то откажитесь от поездки через КПВВ. Это позволит избежать развития осложнений у вас и заражения окружающих людей. У нас в гостях было уже бесконечное количество волонтерских организаций, которые стараются всеми силами помогать переселенцам. Но на днях появилась еще одна. Чем она будет отличаться от других и каким образом общественники планируют помогать вынужденным мигрантам. Об этом поговорим с заместителем главы Всеукраинской ассоциации переселенцев, координатором по юридическому направлению Катериной Брюхановой. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Спустя 2,5 года, с начала конфликта и с того момента, когда люди побежали от оккупации войны, образуется ваша организация. Почему сейчас и чем она будет выгодно отличаться от прочих? Так получилось, что мы провели мониторинг и все два года мы помогали другим общественным организациям, которые занимались подобными направлениями, то есть Крыму и Донецким переселенцам помогали. Но мы так поняли, что провели мониторинг большинство организаций не решают глобальные государственные проблемы, они решают какие-то точечные, получают какую-то грантовую помощь и, например, оплачивают каким-то своим членам своей организации какие-то там садики, еще какую-то одежду, какие-то вещи, а общие проблемы государственные, они все остались. И так получилось, что у нас нет вообще ассоциаций переселенцев, по сути, в Украине, и у нас нет какого-то общего комьюнити в Украине переселенцев. То есть у нас сейчас официально более двух миллионов переселенцев, и они никак между собой не общаются, не знают, кому обращаться в случае своих, и никто не защищает их, не представляет их права с властью. Тем самым, что государство у нас хочет замять, как бы туда проблему брать, потому что им намного проще не решать это, потому что денег нет, ничего. И так получилось, что где-то если год еще будет замалчиваться эта проблема, то она уйдет вообще с политической арены. И поэтому мы сейчас активно поднялись, то есть спасение утопающих, делаются утопающих, и поэтому мы создали эту организацию. Екатерина, какую вы видите будущую ассоциацию переселенцев? Как она будет выглядеть? Это будет сеть общественных организаций, которые будут в различных областях и городах Украины, во всех, потому что переселенцы есть во всех, это подтверждает любые социологические опросы. Также мы будем собирать постоянно идеи, все проблемы переселенцев, всех решать, естественно. То есть сейчас у нас есть определенный план, самые глобальные проблемы мы хотим решить, и в связи с этим мы выстроили диалог с государством, с властью, с органами, и у нас есть какие-то очередные задачи, но мы, тем не менее, получаем снова новые идеи, и хотим решить в итоге все проблемы. Вы сказали, что мелкие проблемы на частном уровне чаще всего решаются, в том числе и государственными органами. А у каких крупных вы говорите, и какие крупные проблемы вы будете решать? В первую очередь, у нас сейчас есть признание переселенцев нерезидентами Украины, в связи с этим переселенцы являются нерезидентами Украины. У нас в законе о свободной экономической зоне такое есть. А что вылечет этот статус, скажем, нерезидента? У нас есть принятые законы Верховной Рады, которые, естественно, прописали такой статус. В законе о свободной экономической зоне Крым, например, есть такой закон. Какие ограничения в связи с этим статусом? То есть переселенцы не имеют права получать кредиты, не имеют права открывать много видов депозитов, не имеют права, у них есть ограничения и повышенное налогообложение, если не создают юридические лица. То есть они не имеют права получать кредит на предпринимательскую деятельность, на жилье и все прочее. То есть никаких вообще кредитов. И это самая главная проблема, потому что на самом деле 92% переселенцев, они снимают жилье. И они бы хотели получить какую-то ипотеку или кредит государства на жилье, но они не могут этого получить. И банки, они отказывают, естественно, они не могут ничего сделать. Было постановление НБУ, которое немного разморозило счета, которые были закрыты, да, там банки закрыли, но банки не могут преодолеть то, что они не резиденты и выдавать им кредиты. Поэтому мы хотим попросить у государства какую-то нормативную базу и кредиты, например, на жилье, на предпринимательскую деятельность, потому что иначе им не у кого просить. А если власть откажет? Вот вы сказали, у нас есть точки соприкосновения, есть диалог уже определенный из государства. Есть, например, депутатское объединение Крым. Они понимают, несколько раз я присутствовала на протяжении года на заседании этого объединения, и всегда говорилось об этой проблеме, но всегда все депутаты приходили к мнению, что нужно отменить этот закон, то есть все-таки признать резидентами, потому что международное сообщество давит Европу, говорит, что они просто в шоке, потому что такая ситуация сложилась. И они хотят отменить этот закон, но нет того, кто просто возьмет, пропишет это правильно, законопроект, будет его как-то лоббировать в Верховной Раде и прочее. И поэтому они готовы, да, есть политическая воля. Мы просто хотим сделать эту техническую работу, помогать лоббировать этот законопроект в Верховной Раде и прописывать его. Расскажите, пожалуйста, о проектах вашей организации. Я слышал, что вы планируете выпустить карточку переселенца и провели или проводите ярмарку вакансий для переселенцев. Да, да. У нас есть меморандум с Центром занятости Украины о том, что мы проводим ярмарку вакансий для переселенцев во всех городах Украины. Она будет проведена до конца этого года. Просто у нас переселенцев очень большая проблема с работой. Их многих не берут, отказывают по прописке сразу, если видят. И мы хотим собрать именно таких работодателей, которые будут рады принять переселенцев наоборот и создать вот такую ярмарку для переселенцев. То же самое, что после, я думаю, что законодателям можно будет придумать какую-нибудь льготу в налогоблажении, например, работодателям, которые берут переселенцев. Прочие вещи, чтобы их стимулировать к этому. По поводу карточки переселенца, это будет скидочная карта на многие супермаркеты, строймаркеты, кафе, кинотеатры. А с кем вы уже договорились? Вещи. Потому что мы как бы собираем с каждого сегмента по одному. Например, у нас мы собираем по сеть аптек, которая будет предоставлять скидки в аптек. Потому что сейчас продукты и медикаменты очень дорогие, и все это понимают. И это первоочередное. Екатерина, у ВАП уже есть такие железные договоренности, например, с одной или несколькими сетями? Железные я пока не буду называть имен. Мы просто хотим полностью собрать их и заявить это. То есть мы приняли решение, что сейчас пока не будем разглашать. Потому что, тем не менее, к нам обращаются все больше и больше работодателей, которые хотят предоставить какие-то такие вещи. И пока не будет официальных полностью договоренностей с ними, мы не будем это разглашать. О первых результатах тогда скажите. И как вас найти, как к вам примкнуть тогда? У нас есть сайт Беженец.орг, в котором есть заявка на вступление в нашу ассоциацию. На данный момент уже около сотни вступила в нашу ассоциацию членов. И тем самым вы будете нам помогать со своими какими-то идеями, какая-то общественная активность. Очень мы приглашаем людей с разных регионов, Украины, с разных городов. Потому что, опять же, нужно провести эту сеть, чтобы мы все друг другу помогали идеями и реализацией их. И сюда могут вступить как и переселенцы, так и не переселенцы. Это все равно как бы люди, горе общее, как бы нужно всем общим силам помогать. И где активнее люди, скажите? В каких областях? Активнее в Киеве, конечно же. Потому что в Киеве вообще общественная деятельность активная. И молодежь очень активная. Также при фронтовые территории, так можно сказать, и которые, например, которые рядом с ними, там Харьков, например, Днепропетровск, Запорожье, вот эти вот области, где больше всего переселенцев, они очень активные, да. Хотя, например, нам поступают и с Львова, и с Полтавы заявки. И другие общественные организации, которые там находятся, занимаются этой проблемой. Они все к нам хотят тоже вступить, чтобы вместе решать эти проблемы. Говорить, что у них там очень много тоже переселенцев, и они будут рады сотрудничеством. Хорошо, Екатерина, спасибо вам и успехов. Спасибо. О насущных проблемах внутренне перемещенных лиц говорили заместителям главы Всеукраинской ассоциации переселенцев, координаторам по юридическому направлению Катериной Брюхановой. Ее спас сын, жительница Горловки Оксана Гридина, инвалид с детства. Два года назад на прогулке с ребенком женщина не услышала звуки приближающихся взрывов. Один из снарядов упал всего в нескольких десятках метров. Как удалось уцелеть, знают мои коллеги. Они у нас любят так зацепиться, густиться. Мама ловит. С маленьким сыном Оксана гуляла на этой площадке два года назад. Что в тот момент начало происходить вокруг, поняла не сразу. Малыш начал говорить, что мама наверху баба. Баба говорит, значит, пошли домой. Быстро пошла, и тут сзади столб большой, огромный столб такой земли. Во все стороны все летит. Снаряды накрывали горловку. Но звуки приближающихся взрывов женщина просто не слышала. Виной всему стал испорченный слуховой аппарат. Она с детства инвалид. Я часто болела, хронический отец. Души текли. Болели с каждым разом слух все тише и тише. Потом сделали две тимпанопластики. Но это не помогло. Каждые пять лет по государственной программе Оксана получала новый слуховой аппарат. Но уже второй год вынуждена ходить с испорченным. Больше всего переживает за своих детей. Ведь жить приходится в опасном районе города. Меньше реагирую на вот эти громкие звуки. И даже если падает рядом, я не сразу среагирую. Потому что звук доходит медленнее. Безработной матери-одиночки покупка дорогостоящего устройства не по карману. За помощью обращалась в разные благотворительные организации. Откликнулся только земляк. Только один фонд для Нарина Токнукова. Больше нет. Эмоции зашкаливают, честно. Огромное, преогромное, огромное, огромное спасибо. Вы так много добра делаете. Вот именно наше время, насколько это людям тяжело выживать. Штаб приобрел для Оксаны Гридиной сверхчувствительное устройство. Обычно выдаются аппараты на 5 лет. Но данные аппаратики, данные, которые, они могут работать и больше. Немножко, ну, 6 лет. Вот так. Потому что это импортные аппараты, хорошие, качество хорошее. За время работы гуманитарный штаб приобрел для жителей Донбасса 32 слуховых аппарата. Семья проживает в опасном регионе. И для нее очень важен тот момент, чтобы слышать, чтобы защитить своих детей от опасности. И поэтому гуманитарный штаб Рината Ахметова не мог остаться равнодушным и не приобрести для этой женщины слуховые аппараты. Впервые за долгое время она отчетливо слышит каждый звук. Штаб Рината Ахметова помогает в приобретении спецоборудований и лекарств, проведении сложных операций и реабилитаций. Всего же за время боевых действий адресную помощь получили почти 50 тысяч мирных жителей Донбасса. По обе стороны линии соприкосновения. Лекарства детям, неотложное лечение и реабилитация. Поддержка жителей Донбасса по обе стороны фронта. Об этом говорим далее. С менеджером программы адресная помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлии Герасименко. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Протезирование, приобретение слуховых аппаратов, покупка оклюдеров и проведение операций при врожденных пороках сердца. Это лишь малая часть того спектра помощи и поддержки, которую оказывает гуманитарный штаб. Скажите, что еще входит в направление адресной помощи? Ну, по-перше, варто сказати, що за два роки діяльності програми адресная помощь отримали допомогу 7200 людей. Це тяжкохворі люди, які опинилися в складній життєвій ситуації. Из них 2860 дітей отримали також допомогу на лікування. Я би хотіла розділити декілька напрямків тематики надання допомоги від штабу Рината Ахметова. Перше, це невідкладні операції. Це операції, які необхідно провести в перші хвилини життя для дитини. Чи операції складні на головному мозку. Тобто ті операції, які на результат, після якої дитина зможе повноцінно жити. Також це інфекційні захворювання, в результаті якого треба проводити складні операції. Тобто блок операцій. Другий напрямок – це невідкладна допомога в лікуванні. Тобто стаціонарне лікування. Це діти, які з менінгітом і потребують невідкладного втручання лікарів. І батьки в таких випадках не можуть оплатити дороговартісне лікування. Третій блок – це технічні засоби реабілітації. Тобто це діти-інваліди, які потребують, наприклад, інвалідні візки. Дітки, які не можуть ходити самостійно. Це діти, які втратили кінцівки протезування, про що ви говорили. Це діти, які проходять якийсь етап реабілітації. Тобто це палички, це милиці. І наступний блок – це реабілітація поранених дітей. В першу чергу це діти, які отримали травми різноманітні в результаті бойових дій. Під це у нас окрема програма, яка називається реабілітація поранених дітей. І це ті також операції з оклюдерами, це вади серця. Це операції, які проводяться, наприклад, на головному мозку, встановлені шунта, і дитина впродовж свого життя повноцінно живе. І це дітки, які потребують стаціонарного лікування, якихось захворювань хронічних. Але це допомога на результат. За рік роботи проєкту «Ліки дітям» 1830 наборів ми передали тяжкохворим дітям. Це 900 дітей, які на сьогоднішній день отримали від штабу Ріната Ахметова медикаменти. Це три типи медикаментів. Перший тип – це тест смужки, це діти, які мають захворювання, цукровий діабет. Другий тип – це препарати проти епілепсії. І третій тип препаратів – це протиасматичні, тобто бронхіальна астма, цукровий діабет та епілепсія. Це ті препарати, в яких найчастіше потребують діти. На сьогоднішній день найбільше заявок, найбільше звернень надходить до штабу з непідконтрольної території. А з чим це зв'язано, скажіть? З тим, що там не працюють государственні програми підтримки тежобільних дітей і дітей з враженими болезнями і інвалідів? Велика кількість звернень з непідконтрольної території пов'язана тим, що не діють державні програми. І батьки просто змушені звертатися в гуманітарний штаб, щоб отримати ці життєво необхідні медикаменти. Найчастіше надходять звернення з таких міст, як Донецьк, Макіївка та Горлівка. Росте лие кількість звернень з тих міст, які непідконтрольні України? І от з таких міст надходить більша кількість звернень. Але, скажімо так, що статистика показує, що в принципі йде стабільно. Тобто звернення надходили в великій кількості, так і вони продовжують надходити. Як швидко реагує гуманітарний штаб на такі обращення? Спочатку йде у нас такі етапи. У нас є гаряча лінія цілодобова гуманітарного штабу, на яку звертається людина, яка потребує допомоги, після чого співробітник програми адресної допомоги зв'язується з людиною, вона її опитує і просить надати пакет документів. Головний документ – це медична довідка, в якій вказано чітко діагноз і рекомендації на препарати. Після цього просто видаються всі необхідні ліки, які треба дитині. На позапрошлій неді, днень 10 тому назад, случилось очередное ЧП. Вот 13-летний подросток Іван на Луганщині в селе Пахарь нашел на улиці патрон, решил сделать днем отверстие. У нас є фотографії Івана. І це закончилось потери лівої кисти до парня, і осколочним раненням живота. Скажите, я знаю, що штаб вирішив допомоги молодому чоловіку, і каково його состояние зараз? На превеликий жаль, ми бачимо, що продовжуються обстріли, і внаслідок цього страждають діти, маленькі жителі. Ми оперативно підключилися до допомоги цій дитині. На сьогоднішній день дитина знаходиться в обласній лікарні міста Лисичанськ. Можемо сказати, що новини хороші у нас, тому що дитину з реанімації перевели в хірургічне відділення. Ми підключилися на етапі, коли гостро стояла потреба в препаратах, які лікують травматичний шок. В майбутньому ми, звичайно, продовжуємо підтримувати таких діток, і якщо цій дитині буде необхідна допомога, то, звичайно, що фонд підключиться і оплатить лікування. На примері Івана, скажите, як довго буде штаб, наприклад, в його випадку, продовжувати йому допомогати? Або в інших, наприклад, якщо це поетапне, складне лікування, або терапія медикаментозна, і так далі, і так далі. Як довго штаб веде своїх підопічних? Наприклад, якщо це стосується поранених дітей, то ми беремо питання під ключ. Тобто дитина в реанімації, поки дитина не перейде в стабільний стан, тобто дитина не буде переведена в палату, звичайно, ми супроводжуємо цю дитину. Звичайно, якщо є державні кошти, за які дитина лікується, там ми просто тримаємо ситуацію на контролю. Як тільки ми бачимо, що треба наше втручання допомогти, ми обов'язково це робимо і допомагаємо. На прикладі поранених дітей, наприклад, в цьому році, ми не тільки допомагали дитині вийти з цього кризу, але потім ще й допомагали в реабілітації. Тобто у нас існує така програма, ось вона вже завершується, але ще й післяопераційний такий реабілітаційний період оплачували. Якщо брати конкретно якісь операції, операції бувають різноманітні. Бувають, які проходять в один етап, ми закриваємо дитина абсолютно здорова, є операції, які потребують двоетапно. Тому ми стараємося закривати потреби під ключ, якщо це операція. Тому що, звичайно, перший етап ми закриємо, а потім сім'я буде шукати кошти і не зможе оплатити. Тому ми в таких випадках, якщо ця сім'я дуже потребує допомоги, стараємося закривати під ключ. Юлія, вам зрозуміло, скільки на сьогодні веде таких дітей чи таких сім'ї штаб? Скільки веде саме кількість під ключ? Помогає в ліченні, сопровождає в ліченні? На сьогоднішній день від штабу за два роки діяльності програми отримало 7200 людей. Із них 2860 – це діти. Оці діти, які отримали лікування під ключ, тобто це і захворювання онкологічні, це і захворювання серцево-судинні, це різноманітні складні операції і насамперед невідкладне лікування. Тобто ми допомагаємо там, де необхідно врятувати життя дитини чи людини. У мене останній к вам питання. Як звернутися за допомогою в штаб, якщо визначить така необхідність? Для того, щоб звернутися в гуманітарний штаб Ріната Ахметова, варто передзвонити на гарячу лінію штабу 0800 50 90 01. Співробітник гуманітарного штабу обов'язково передзвонить людині, яка потребує допомоги. Вона просто попросить предоставити пакет документів, один із яких – це медична довідка і всі інші. І потім вже буде проходити процес надання допомоги. Спасибо вам большое. В гостях у всім міру була менеджер программы «Адресная помощь» гуманітарного штаба Ріната Ахметова Юлия Герасименко. На этом вся информация. Встретимся, как всегда, через неделю, сразу после времени новостей Донбасса. Берегите себя і своїх близких. Дякую!